Всем привет! Сегодня покажу свой самый любимый рецепт пахлавы с грецким орехом. В миску просеиваем муку и добавляем холодное сливочное масло. И хорошо перетираем в мелкую крошку. К сметане добавляем соду, перемешиваем и вбиваем одно яйцо. Снова хорошо перемешиваем и вливаем массу в перетертую крошку. Тесто собираю в ком и заматываю в пищевую пленку. Убираю в холодильник на 30 минут. Для начинки измельчаю грецкий орех с помощью блендера и добавляю сахар. Противень выстилаю пергаментом и смазываю размягченным сливочным маслом. Тесто достаю из холодильника и делю на 4 части. Первый кусок теста раскатываю сразу на пергаменте очень тонким слоем. Присыпаю орехами, раскатываю второй слой теста и аккуратно выкладываю на начинку. Высыпаю вторую часть орехов, хорошенько разравнивая руками. Раскатываю третий слой теста и высыпаю оставшиеся орехи. Пахлаву накрываю последним слоем и защипываю края. С помощью ножа для пиццы делаю прорези, но ни в коем случае не задевайте последний слой. Пахлаву смазываю яйцом и в качестве украшения выкладываю грецкие орешки. И отправляю выпекаться в разогретой до 200 градусов духовке на 15 минут. А пока для первой заливки растоплю сливочное масло. Пахлаву достаю из духовки и слегка обновляю разрезы. Смазываю растопленным сливочным маслом и отправляю в духовку еще на 20-25 минут. Для второй заливки смешиваю сахар и воду, ставлю на огонь, даю прокипеть 15 минут и после остывания добавляю мед. Снова достаем пахлаву, обновляем разрезы и поливаем сиропом. В духовку еще на 3 минуты и можно подавать. Пахлаву разрезаем на порционные кусочки. В ней очень много начинки, она слегка хрустящая сверху и совсем не приторная. Надеюсь, что вам тоже понравится этот рецепт. Спасибо за внимание и увидимся уже совсем скоро. Все буде, Украина!